Интересные данные опубликовал госстат Украины. Цитирую, согласно отчету о доходах и расходах украинцев в первом квартале 2021 года граждане тратят больше, чем зарабатывают. Так, в январе, марте украинцы заработали 983,6 млрд грн, тогда как потратили за первые три месяца 2021 года 1,067 млрд грн, то есть на 83,4 млрд грн больше. В качестве главных источников доходов граждан в первом квартале Государственная служба статистики указывает зарплаты и социальную помощь. Что означает эта ситуация? Большинство украинцев давно проели свои финансовые запасы и начинают жить в долг. Сторонников такой модели у нас хватает. Главный аргумент звучит приблизительно так. Весь мир живет в долг и ничего страшного справляется. Ну, аргумент, прямо скажу, слабый. Особенно сегодня, когда бушует пандемия и развивается малый и средний бизнес. Да, некоторые богатые страны оказывают финансовую и законодательную помощь этому разряду предпринимателей. Но любая государственная казна не бездонна. Второй, самый главный момент, это наличие в странах золотого миллиарда крепкой экономики. В первую очередь, развитой промышленности. И нет сомнений, что в случае угасания этой самой пандемии начнет бурный рост производства. Оживится торговля и сфера обслуживания, что потянет за собой рост ВВП и, следовательно, возможность каждой семье восстановить свое финансовое благополучие. Увы, но у нас складывается абсолютно иная картина. К примеру, украинская промышленность уже не первый год в стагнации. Более того, идет налоговое наступление на предприятия. Ввод экологических налогов потребует от предпринимателей огромных финансовых вложений. Ибо речь идет, по сути, о замене старых технологий на современные. Другими словами, мы должны пережить третью волну индустриализации. Единственная надежда на то, что период перехода растянут на 10-12 лет. А вот за это время власти забудут о своих проектах. Что получается в итоге, если вернуться к информации Госстата Украины? Мы двигаемся в сторону тотального обнищания населения. Но власть не имеет плана, как избежать такого финала. Единственное, что может утешить каждого украинского пенсионера, а это наиболее уязвимая часть общества, так это еще одна статистика. Приведу ее. На сегодня в Украине около 11 миллионов пенсионеров – это 27% общей численности населения. И при этом, по данным ООН и Министерства социальной политики, около 80% пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума. То есть находятся за чертой бедности. Но мы не одни такие. По состоянию на 2019 год больше всего пенсионеров за чертой бедности было в Латвии – 53,8%. При этом уровень бедности среди пенсионеров там постепенно рос с 2015 года. В Эстонии за чертой бедности проживает 51,3% пенсионеров. Словом, есть на кого равняться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...